Работа всегда стоит, а я пожалуй пойду прилягу. Всем привет, с вами самостройщик Лёха, я продолжаю строить свое будущее жилище. Наконец-то я закончил 12 ряд и все дверные перемычки. Пришло время для армопояса. Для напиливания П-образных блоков я использую все ту же соседскую электропилу. Хотя блок М400, но цепь стачивалась примерно за 3-4 блока. Поэтому на 8 блоков у меня ушло 2 новых цепи, которые я купил. А мне нужно было распилить около 82 блоков. Получалось в принципе быстро, довольно таки неплохо. Но не успел я до конца ушатать еще и первую цепь, как я ушатал электропилу. Так что придется переходить в лучной режим. Из блока выпилить буковку П-пилой в принципе невозможно. А ковыряться долго я не хочу. Поэтому я нашел для себя новый вид. Я распилил блок на 2 части и из каждой половинки выпиливал буковку П. Распилить я напомню, мне нужно было 82 блока. На то, чтобы буковка Г напилить 72 блока, у меня ушли 2 полных выходных. Все напильные заготовки я сразу же относил в дом. Потому что как только их начинал копить, они падали и ломались. Коротко о том, как я провел свои выходные. Отпилилые куски от газоблока я не выкидываю, а аккуратно складываю. В дальнейшем я их использую для внутренних перегородок. Превращаю из Г-образных газоблоков в перевернутую буковку П. Таким образом, чтобы выходила корыца. Делать нужно аккуратно и не спеша. Спешка ни к чему хорошему не привынет. Чтобы угол получился красивым, 4 половинки я выбрил под углом в 45 градусов и соединил вверсовую. Зачем так изморачиваться, спросите вы? Ну, я просто хочу, чтобы все было аккуратно и красиво. По итогам кропотливой работы получается вот такая красота. Теперь повторяю процесс с нижними. Субтитры сделал DimaTorzok Вот вы сейчас видите плоды упорной и кропотливой работы. Наношу клей на газоблок и приклеиваю ранее выпиленные заготовки. Начинать нужно именно с углов. От них натягиваете нитку к противоположному углу и уже по ним выставляете газоблоки. Иначе может получиться немножечко кривовато. Ждем, пока корыто полностью высохнет. Делаю заготовки для дальнейшей вески арматуры. Посмотрел я по ролику в интернете и в принципе все стараются сделать вот такой армопорец. Имеет вариант, не устраивает, поэтому я его буду делать по-своему. Поднимаю арматуру, вложу его в наше импровизированное корыто. Надеваю заготовки на арматуры. Связываю арматуру таким способом, чтобы с каждой стороны и снизу было расстояние под раствор. Получается в принципе неплохо. Вот здесь нужно усилить еще арматурки. Так, на всякий случай. Вот так гораздо лучше. Вязать арматуру в принципе несложно. Но когда начинаешь делать, время быстро уходит. И на то, чтобы обвязать арматуру по всему контуру, у меня ушел полный выходной. В своем армопоясе я использовал не 4, а 8 арматурей. Так, на всякий случай, для прочности. Я учел предыдущие ошибки и сделал выводы. Поэтому на углах армопояса я сразу сделал уголки из арматуры. Работать в перчатках крайне удобно. А если работать голыми руками, то все руки будут постоянно исцарапаны. Закончив формировать весь контур, настало время утепления. Утеплитель я использовал толщиной 2 см. Утеплять это значительно легче, чем армировать. В принципе, весь контур я утеплил всего лишь за пару часов. Так как у меня блоки сделаны не из не П-образной, а Г-образной. Над оконными и дежурными проемами я сделал дополнительное поселение. Чтобы раствор, когда будет давить на разрыв, Г-образные блоки не открылись, как цветочек, и раствор не потек мимо. С самого раннего утра я достаю бетон-мешалку и начинаю замешивать раствор. Готовный бетон-мешалка достаточно тяжелый, Поэтому я наливал два 10-литровых ядра. Больше, в принципе, за раз унести было тяжеловато. Мало того, что мне приходилось его длинить на дома, Его еще надо было поднять на 2,5 метровую высоту. А это было достаточно непихко. Для того, чтобы раствор лучше усаживался, И при высыхании армопояс не треснул, Я трамбовал раствор шпателем, Постукой по арматуре, А также, насколько было возможности, Подымал и опускал арматуру, Чтобы раствор более лучше усаживался, И все пузырьки выходили оттуда. Медленно верно я заливал армопояс, Но уже в середине дня я понимал, Что за один рабочий день Залить всю площадь мне не удастся. Чисто физически. При залитии армопояса большой площади в одиночку, Стоит учесть, Что где-то в середине дня У вас начнут болеть плечи, спина и колени. Из-за того, что приходится скакать, Как сайгак, сверху вниз, Так еще и с тяжестями, Организм сильно обматывается и устает. Даже с передышками по полчаса Не дают толку неплохого эффекта. И ваша продуктивность к концу дня Падает на нет. Имейте это в виду. Как я и предполагал, За один день залить полностью армопояс Мне не удалось. Поэтому я потратил еще один полный день На залезе второй части армированного пояса. Ну, армопояс высох. И теперь можно приступать к кладке второго этажа. С вами был Леха. Увидимся с вами через неделю. Если, конечно, меня не ушатают За то, что я ушатал электропилу. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok